И я для начала хотела бы рассказать вам в целом о нашем курсе. Рады всех приветствовать. Тех, кто присоединился впервые к циклу лекций исследования НКО, где мы говорим про то, как проводить исследования, как анализировать данные, как с ними работать, визуализировать. Так вот, для тех, кто впервые сегодня с нами, я хотела бы рассказать, что на сайте проекта вы можете найти записи выступлений и презентации всех наших предыдущих мероприятий. И, надеюсь, почерпнете много полезного для себя из них. А также хотела бы всех, кто уже проводил исследования, опросы, интервьюирования и собрал данные, хотела бы пригласить к участию в конкурсе «Исследователь». До 31 января мы принимаем заявки от участников. И затем победители совместно с командой менторов смогут поработать со своими данными, создать на их основе медиапродукт, чтобы более широко, ярко, интересно рассказать про работу своей некоммерческой организации и про выводы, которые, собственно, в ходе исследования удалось сделать. Если возникнут вопросы про то, как подать заявку, пишите нам любым удобным способом. На электронную почту, в соцсетях нас можно найти, это инфокультура. И мы подскажем, как подать заявку, как оформить данные для участия в конкурсе. А сегодняшний наш семинар будет посвящен теме «Интервью как методу исследования». И именно мы хотели бы остановиться на том, как составить грамотно гайд для интервью. Наш сегодняшний эксперт Екатерина Александрова, аналитик Центра психометрики и измерений Высшей школы экономики и специалист по качественным исследованиям в образовании. Екатерина, хотел бы передать вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Да, сегодня мы поговорим с вами о том, как составляется гайд для интервью. Я, собственно, скажу немножко о своем опыте. Основная, в основном, опыт качественных исследований касался, во-первых, культурной антропологии и этнографии, то есть традиции, традиционная культура, обрядовость в селах русского севера. Очень богатый и интересный материал. Но потом так получилось, что моя жизнь резко изменилась, и я стала заниматься совсем другими вещами. И это уже тоже социальные исследования, но ближе к области образования. Многочисленные добью с учителями, с учениками и так далее. Соответственно, все, что касалось школьного и вузовского образования. Вот сейчас, тогда мы начинаем. Я сделаю демонстрацию экрана. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, мой экран виден? Да, видно все. Так, и видно ли, вот сейчас он должен быть в расширенном состоянии? Да, все хорошо. Отлично. Итак, но на самом деле я хотела сначала спросить, может быть, кто-то уже занимался качественными исследованиями, интервью, имеет опыт составления гайда? Если кто-то хочет высказаться сейчас, то, пожалуйста, будет очень интересно услышать. Коллеги, повторю, что если вы хотите высказаться, можно поднять руку, и мы дадим вам возможность. Либо можете написать в чате. Да, ну хорошо, пока вроде бы нет желающих. Тогда, ой, сейчас, извините, секундочку. Итак, самое первое, что нужно понять относительно гайда, это что это такое вообще, и чем он отличается от других исследовательских инструментов. Гайд – это инструмент исследователя, главная цель которого – сбор информации по вашему исследовательскому вопросу. То есть это главная помощь исследователя в том, чтобы собрать именно ту информацию, которая исследователю нужна. Такими инструментами, естественно, являются опросник, анкета точно так же, но главное отличие гайда от других инструментов в том, что это гибкий и видоизменяемый инструмент. Вы можете войти в ваше исследование с одним гайдом и к концу прийти уже совершенно с другим, наполненным гораздо большим количеством вопросов, какие-то вопросы будут изменены. То есть это инструмент, который подстраивается под ваше исследование, и это очень его ценная вещь. То есть он позволяет быть адаптивным во время того, как вы проводите исследование. Гайд, собственно, он нужен для того, чтобы структурировать, направить беседу, интервью в нужное русло, сформировать эту беседу, но ни в коем случае жестко не ограничивать. Я буду еще попозже об этом говорить. И еще важный момент, я тоже скажу, почему. Это инструмент, который предназначен именно для исследователя, а не для респондента. То есть в идеале респонденту не нужно показывать гайд, потому что это может человека смутить, скажем так. Смутить или он может испугать своим большим объемом, потому что гайд – это всегда такая ветвистая конструкция. Собственно, в каких исследовательских ситуациях используется гайд? В первую очередь, это, конечно, социологические исследования, антропологические, этнографические исследования, исследования устной истории тоже там, собственно, это основной инструмент, потому что исследования устной истории, они состоят из интервью, во многом, в очень большой части. Также гайд используется в такой специфической, в таком специфическом виде исследований, как когнитивная лаборатория. Может быть, кому-то будет просто интересно или на будущее пригодится термин. Это исследование в сфере образования, когда вы составили, например, какую-то анкету или тест или задание, и вы хотите понять, как оно работает. И тогда составляется гайд, непосредственно состоящий из вопросов, которые касаются этой анкеты, теста или задания, и эти вопросы задаются респонденту по мере того, как он или она проходит тест. Позволяет получить, соответственно, много полезной информации по функционированию заданий. Ну и, естественно, в журналистских исследованиях это важный инструмент. И даже на собеседовании в HR составляется гайд уже больше не для полуструктурированного, полуструктурированного, а для структурированного интервью. Но, тем не менее, этот гайд не будет сильно отличаться по формату от гайда для полуструктурированного интервью. Собственно говоря, он составляется примерно одинаковым образом практически во всех видах исследования. Собственно, каким главным целям служит гайд? Перед началом серии интервью он помогает исследователю очень точно обрисовать составляющие своего исследовательского вопроса, что ему необходимо для того, чтобы ответить на свой исследовательский вопрос. То есть само написание гайда – это уже полезно для исследователей в плане уточнения, конкретизации, очерчивания тех областей, которые обязательно должны быть изучены, чтобы ответить на исследовательский вопрос. Во время интервью, как мы уже сказали, гайд направляет респондента в нужное русло, помогает исследователю не забыть спросить ничего действительно важного, проверить какие-то предыдущие гипотезы, свои или чужие. А нередко гайд очень часто на самом деле дает возможность открыть совершенно новые факты, сведения, мнения, различную информацию, о которой исследователь не думал, составляя гайд и формулируя свой исследовательский вопрос. Это ценность гайда как инструмента полуструктурированного интервью, которое позволяет отвлекаться респонденту, отвлекаться от основной темы, уходить в какие-то другие области, где тоже может открыться что-то интересное. Вот пример. Это гайд из исследования высшего образования. Один из тематических блоков этого гайда. Сам исследовательский вопрос звучал, как что такое и как проявляется неоднородность студенчества, неоднородность студенчества контингента в вузах. Соответственно, вот как вы видите, вот эта тема, которых в гайде еще несколько, она подразделяется на еще более мелкие подтемы. И каждая мелкая подтема наполнена вопросами, по нескольку вопросов мелкой подтемы. И вот обратите внимание на это примечание. Оно было сделано уже в ходе интервью. Исследователь записал для себя подсказку, на что нужно обратить внимание. Вот, например, особое внимание на слова, которыми описывает преподаватель неоднородность. То есть не просто, что он говорит, но и какие он выбирает термины. В результате это оказалось важно для финала, для выводов исследования. Вот еще такой интересный пример. Это гайд для интервью этнографического, который как раз использовался в селах русского севера, в деревнях, при разговоре с носителями традиций, культурных традиций. И, значит, вот это один из блоков гайда под названием «Ведьма-колдун». Как вы видите, он тоже делится на блоки. И, опять же, в каждом блоке несколько вопросов, которые касаются конкретно этого мелкого блока. И можно даже проследить некоторую логику, как составлен вот этот блок. То есть сначала название, вопросы, касающиеся названия. Затем, как мог выглядеть этот «Ведьма-колдун». Затем, в какие праздники они были особо опасны, то есть их поведение. И как опознать, как защититься от колдуна. То есть вопросы касаются всех аспектов такого представления о том, что такое «Ведьма-колдун». И вот тоже, это показываю вам просто три примера, чтобы вы понимали структуру. Это гайд как раз для пагнитивной лаборатории, который, ну, он не такой обширный, как те предыдущие, вопросы здесь короче, но, опять же, как вы видите, он делится на логически связанные блоки. И в каждом блоке содержатся свои вопросы, которые позволяют этот блок полностью очертить, получить ему полную информацию. То есть, как вы можете видеть из примеров, все содержание гайда определяется целью наполнения вашего исследования. Но какими бы ни были эти цели и содержание, гайд будет иметь схожую структуру в любом случае, оформление и назначение. Опять же, повторюсь, направить разговор в нужное русло, разделить его на конкретные содержательные блоки, при этом оставив определенную свободу для отступлений, в которых может появиться что-то ценное. Таким образом, гайд – это общий план разговора с перечислением, как мы видели, тематических блоков, которые представляют исследовательский интерес. Также в нем особо выделяются аспекты, относительно которых должна быть получена более детальная информация. Важная особенность гайда – формулировка отдельных вопросов, именно вот этих мелких вопросов, из которых состоят блоки, остается открытой по сути, хотя вы записываете вопрос в свой гайд, но во время интервью их формулировка может меняться и будет меняться, просто потому что письменная речь и устная речь – это разные два типа речи. То есть это, ну, собственно, гайд от слова английского «гайд направлять» он задает направление, но в отличие от анкеты он не дает жестко оформленных вопросов. И вот это важно помнить, когда вы пользуетесь гайдом. Собственно, да, мы уже с вами посмотрели на структуру гайда, ее можно представить в виде такой схемки. То есть ваш основной исследовательский вопрос подразделяется сначала на основные крупные блоки, на которые он делится естественным образом. то есть ненасильственно вы выдумываете какие-то мелкие темы, если что-то укладывается в большую тему, то как бы и нормально. И вот крупные блоки уже опять же естественным образом подразделяются на более мелкие подтемы, уточняющие вопросы и проверку ранее известных фактов. Вот, например, биографическое интервью. Тема исследования это жизнь респондента в кронологическом порядке. На что, собственно, делится жизнь? Детство, юность, зрелый возраст. И на что естественным образом можно поделить блок детства? Ну, в первую очередь, это начало детства, то есть место и год рождения, кто были родители, братья и сестры и так далее. То есть все, что касается состава семьи, рождения, состава семьи. Далее рассматривать, можно рассмотреть отношения в семье, обстоятельства жизни в детстве, описание школьных лет. Далее, соответственно, мы переходим к юности, и она тоже будет делиться на мелкие подтемы, то есть отделение от семьи, получение какого-либо образования, женитьба, если она произошла в юности, и так далее. Я надеюсь, идея понятна. Коллеги, если будут какие-то вопросы, то вы обязательно задавайте. Вот, еще раз посмотрим, например, исходя из той схемы, которую только что вы видели, вот мы имеем несколько крупных блоков, которые составляют общий исследовательский вопрос. Например, мы хотим разбить на под темы тему 5 отношения к отчислению. И вот она разбивается на несколько мелких подтем. Много ли отчисляют, кто за это ответственен, что необходимо делать в отношении ситуации с отселом, нужно ли менять эту ситуацию, как вы считаете, за что должны быть отчислены студенты. То есть вы видите, все вот эти мелкие вопросы, они с разных аспектов составляют тему отношения к отчислению. и и как я уже говорила выше, важно помнить, что гайд это гибкая, нерегламентированная так сильно, как анкета, та же структура, и каждое интервью позволяет его видоизменить. И на самом деле это делать нужно, нужно учитывать. После каждого интервью будете получать новую информацию, которую нужно включить в гайд. Вы можете увидеть, что какие-то вопросы у вас совсем не идут, и, например, нужно придумать, как их переформулировать. Вы можете новые вопросы включить, вы можете проверить какие-то гипотезы, которые возникли у вас в предыдущих интервью, и тоже включить их в эти вопросы. Делать это действительно важно. То есть это как снежный ком такой, гайд, как снежный ком. Да, еще с чем бы я сравнила гайд, это способ, как бинокль или микроскоп. То есть он позволяет, в зависимости от того, как он составлен, он позволяет посмотреть на что-то либо очень-очень близко и детально, либо наоборот абстрагироваться и посмотреть на все в большом, крупном масштабе. вот приведены два вопроса, как собственно демонстрирующие такую способность гайды приближать или отдалять реальность. Скажем, можно попросить человека описать главные события 93-го года, а можно спросить его точечно, что вы делали в тот день, когда произошел штурм Белого дома. и соответственно от того, какая у вас цель, что вы хотите получить, от этого будет зависеть собственно оптика вашего гайда. Что касается формирования содержания гайда, естественно оно полностью зависит от области и вашего интереса и типа исследовательского вопроса. Но подход к формированию содержания будет в любом случае одинаковым. Сначала вы изучаете авторитетные теоретические наработки в области вашего интереса. Вы изучаете результаты чужих исследований, причем это могут быть как количественные, так и качественные данные. Вообще все, что касается вашего вопроса, вашей темы, может приходить совершенно разных источников. Это нормально. Иногда перед серией интервью, которую вы планируете, может произойти серия предварительных так называемых эксплораторных интервью, расследовательских интервью, когда у вас недостаточно информации из теории, из уже написанного, вы хотите поговорить с экспертами по теме, потому что, допустим, только они, какие-то эксперты практики, могут обрисовать область вашего интереса, и из полученных данных на их основе вы уже сделаете гайды для последующих интервью. и, естественно, ваши личные соображения, наблюдения, как исследователи, тоже могут войти на их основе, вы будете также составлять свой гайд. В общем, обычно в ход идут вот эти все указанные источники, и на самом деле, чем их будет больше, чем больше информации вы соберете, тем точнее попадут в цель ваши вопросы. Вот пример, да, хороший. Для разработки гайдов по теме мифологические представления в селах русского севера использовалась, с одной стороны, литература по мифологии русского севера, причем описание соседних регионов с тем, который интересовал исследователей. Были также изучены вообще классические труды по мифологии, а также материалы подобной экспедиции, но проводившейся в другом регионе. Таким образом, на основе всей этой собранной информации были составлены гайды, которые были радикально пересмотрены в ходе непосредственной работы. То есть, с одной стороны, собранная информация помогла оформить содержание гайда структурировать и помочь людям понять, что вообще можно спрашивать. Но в процессе работы появились новые вопросы, некоторые были вообще убраны, потому что культура полесья, в котором проводились первые экспедиции, она очень сильно отличается от культуры русского севера. соответственно, у них есть какие-то очень общие пересечения, которые как раз были в гайдах использованы, но сами детали полностью поменяются. Вот, таким образом, на основании перечисленных выше источников вы как бы формируете модель, некое общее представление о том объекте, который вы будете исследовать с помощью интервью. Чем полнее ваша модель, чем детальнее она проработана, тем лучше пройдут интервью. Респонденты будут гораздо больше доверять и открываться вам, если они будут видеть, что вы многое знаете о том, о чем спрашиваете, что вы не задаете каких-то нерелевантных вопросов, каких-то совсем уж глупых скажем так вопросов. То есть они должны чувствовать, что вы понимаете, о чем говорите. Тогда это собственно закон любого разговора, он идет лучше, если люди хорошо понимают друг друга и у них есть общее знание базовое. Вот пример, еще один пример, как можно формировать содержание гайда. Вот я его взяла из этой книги, которую рекомендую очень, кстати, прочтению. Собственно, там указывается, как выбирать, как формировать гайд к исследовательскому вопросу, как отсутствие работы воздействует на разные аспекты жизни. Вот по этому вопросу существует, не знаю, честно, как читается эта фамилия, поэтому не буду рисковать, было уже крупное исследование на эту тему, такое очень крупное, авторитетное, в рамках которого авторы вывели пять основных воздействий на жизнь человека, которые оказывают безработица, отсутствие совместного опыта или взаимодействия, не структурированное время, нет общей цели, нет падения статуса и идентичности, и нет ежедневной значимой активности, то есть чего-то такого, ради чего имеет смысл вставать с кровати. Соответственно, каждая из перечисленных гипотез может стать одним из тематических блоков вашего гайда. Каждую эту гипотезу можно с одной стороны проверить, а с другой стороны задать к ней дополнительные вопросы, чтобы, может быть, ее расширить или опровергнуть. Например, вот первая гипотеза отсутствия совместного опыта. Можно задать в рамках этого блока вопросы. Например, как наличие работы влияло на вашу социальную активность? Было ли у вас больше друзей или стало ли у вас меньше друзей после того, как вы стали безработным? Следующая гипотеза. Нет структурированного времени. Вы можете зайти как бы немножко издалека, спросить, как человек проводит день. Потом вы можете уточнить, ощущается ли день как пустой или наоборот отсутствие работы и вот этого структурированного времени дает человеку освобождение. Потому что это вот уже попытка проверить гипотезу, действительно ли отсутствие структурированного времени. Это настолько для всех драматично и тяжело. Может быть, вы найдете исключение и тогда сможете добавить что-то уже к этим теоретическим разработкам, наработкам. Вот. Соответственно, и по тому же принципу разрабатываются все оставшиеся гипотезы, к ним задаются дополнительные расширяющие уточняющие вопросы и мы получаем сформированное содержание гайда. Первый блок вопросов это, наверное, некие вводные вопросы, когда человек спрашивает, когда он стал безработным, почему это произошло. Далее проверяются вот эти пять гипотез и исследователь может добавить свои собственные вопросы, например, его интересует, как человек живет на пособии по безработице, возможно ли это и что он при этом ощущает, как проистекает его жизнь. Екатерина, у нас есть вопрос в чате и руку подняла Наталья, пока мы сейчас поднимаем, даем права Наталье, чтобы она смогла озвучить свой вопрос, я хотела бы зачитать. Татьяна спрашивает, как объединить в гайде все вопросы, которые хочется задать, ограниченное время интервью и желание самого информанта тратить время на интервью, как вот найти баланс? Да, я вообще планировала об этом ниже сказать, но скажу сейчас. Это да, это сложный вопрос. в гайд хочется впихнуть вообще все, но на самом деле нужно понимать, что среднее время, которое человек может потратить на интервью, это, ну, и без особой усталости, это полтора часа. Больше уже это для многих тяжело, хотя есть респонденты, которые по три часа могут говорить, вот, но нужно пытаться уложить вопросы в гайд так, чтобы это все-таки было рассчитано примерно на полтора часа. Ну, скажем так, если говорить о количественных показателях, полторы страницы А4, это вот как раз примерно полтора часа разговора. Вот, что касается желания самого информанта тратить время, если вы начнете с каких-то очень интересных вопросов, на которые любому, или вы знаете просто, что вот этой группе людей очень интересно отвечать, да, то это будет очень хорошим входом в интервью, и когда человек уже разговорился, он может сам пойти по вашим вопросам, если ваш гайд действительно хорошо, релевантно составлен, то очень многие вопросы не приходится даже задавать, информант сам рассказывает, его речь в общем заключает основные тематические блоки, вот, что касается как объединить, я бы сказала, что нужно все-таки ключевое действительно выделить, то без чего ваше исследование не может быть осуществлено, но что-то приходится отрезать, либо еще вариант договариваться на два интервью, такие ситуации тоже возможны, вот, надеюсь, я ответила, так, еще кто-то хотел что-то спросить, Наталья, вы можете включить микрофон, Наталья, мы вас слушаем, тогда давайте продолжим, Наталья как появится, задаст свой вопрос. Хорошо, еще пример к формированию содержания гайда, скажем, основываясь на литературе, исследователь помещает в свой гайд вопросы о святочном решении деревнях. Ну, вы знаете, когда все надевают шубу на выборок, бегают, пугают друг друга на святки. Соответственно, придумывает к этому известному факту вопросы, то есть, кого они наряжались, что делали, куда ходили, сколько дни поделились. Во время интервью респондент упоминает, что наряжались не только на святки, но и на свадьбе. Соответственно, после этого интервью в вашем гайде появится новый блок вопросов, которые проверяют это утверждение. Опять же, кто наряжался, кого наряжались, в какой момент. Вот так вот, как с нежной ком происходит обычно формирование гайда, но это не отменяет того, что в начале он тоже должен быть очень хорошо подробно проработан. если обобщить типы тем, которые могут быть включены в гайд, то вот небольшая такая, небольшой перечень, который, может быть, поможет вам придумывать именно вопросы, оформлять блоки ваших гайдов. В первую очередь, всегда, это практически в любом интервью спрашивают, есть вводная часть, Чаще всего это демографические данные, но это могут быть данные, связанные с местом проживания, с местами работы, с каким опытом еще, вот все, что важно для вашего исследования, вот это все входит в этот вводный блок. Очень полезно спрашивать про личный опыт респондента, личный опыт участия в каких-то событиях, то есть апеллировать именно к тому, что респондент помнит сам. Еще один хороший тип тем, которые можно включать в гайд, это мнение, оценка опять же каких-то событий, явлений, то есть некое представление респондента и его отношение к тому, о чем вы спрашиваете. Сюда же в принципе стыкуются чувства восприятия, то есть такое личное отношение восприятия, кошмар, извините за печатку, личные чувства, эмоции респондента опять же в связи с областью вашего интереса. В каких-то ситуациях можно даже полезно будет спрашивать об ощущениях как телесном опыте. И собственно еще одна тема это знание, что вообще знает респондент по данным по интересующей вас области. Может быть он знает мнение других людей, может быть какими-то специфическими знаниями обладает. Ну вот в любом случае примерно вот такие темы могут составлять основу вашего гайда. И о чем важно упомянуть это я уже начала немножко об этом говорить. Гайд должен обязательно иметь вводную часть. мы сейчас переходим уже от формирования содержания к структуре к оформлению гайда. Любой гайд должен содержать вводную часть, которая включает в себя знакомство, представление себя и пояснение зачем все это нужно. Это ну как бы этическая норма естественно с одной стороны, с другой стороны это позволяет расположить к себе респондента, может быть ему станет еще более интересно отвечать на вопросы, или в общем вы сможете его убедить отвечать на вопросы. Именно делается это в вводной части. Каждый раз под конкретную целевую аудиторию нужно адаптировать свою эту вводную часть. Скажем если ну вот когда мы проводили исследования вузов, мы естественно говорили, что вот мы из такого университета, мы там я конкретно писала тогда диссертацию, я объясняла, что я пишу диссертацию, мне очень важно знать ваше мнение по таким и таким вопросам. Скажем когда мы ходили в деревнях по домам, то знакомство сводилось к фразе типа здравствуйте мы студенты из Москвы, можно с вами поговорить, ну просто в силу культурных особенностей вот так было легче всего себя представить. Вот и вводная часть обеспечивает соблюдение этики, связанное в первую очередь с разрешением на запись. Во-первых обязательно спросить можно ли делать запись и получить четкий ответ. Если не разрешено делать запись то приходится выкручиваться как-то фиксации ответов от руки. Нужно пояснить будет ли указано имя респондента или не будет указано может быть неполное имя какая личная информация будет указана например вы укажете профессию респондента опять же спрашиваете можно ли это сделать то есть нужно аккуратно обходиться именно с личностью респондента и получить согласие на все такие вот опасные как бы относительно таких вот опасных мест то есть личные данные конфиденциальность и так далее так вот тут пример собственно как оформляется вводная часть связанная со знакомством то есть вот здесь понятно представляется интервьюер говорит немного о себе и рассказывает зачем будет проводиться интервью потому что вот мы разрабатываем новый тест студентов и обратились к вам за помощью чтобы проверить сколько заданий будут понятны и интересны вы даете согласие на запись нашего разговора то есть это записано непосредственно уже в самом гайде и оговаривается примерно время интервью это тоже важно делать в начале ну просто чтобы человек понимал что это довольно долго скажем так теперь мы переходим непосредственно к написанию вопросов для гайда есть несколько основных принципов которых стоит придерживаться при написании вопросов во-первых это простота и определенная лаконичность то есть один вопрос должен касаться одной небольшой темы в рамках того тематического блока о которых мы говорили выше ну вот тут перейдем пример как обычно наряжались на связке это кстати очень хороший вопрос потому что на него нельзя ответить да или нет вообще таких вопросов нельзя в гайд писать надо прям проверять себя какой ответ может быть получен на ваш вопрос и кроме того это короткий вопрос на который можно долго отвечать особенно если респонденту интересная тема вот вы задаете один маленький такой вопрос и все респондент начал говорить и час он говорит уже и охватывая все интересные подробности которые вам нужны вот вопросы должны апеллировать к личному опыту то есть если вы спросите что люди думают о чем-то там о таком-то явлении событий вы можете можете получить личное мнение респондента а можете не получить то есть вы можете получить какую-то нерелевантную информацию или вы если он не знает но хочет ответить вот поэтому нужно спрашивать именно лично что думаете вы о том-то что с вами происходило в это время что вы сделали и так далее вот то есть не вот без этих обобщений и еще такой такой совет если в вашем гайде есть так называемые сенситивные вопросы то есть вопросы которые могут быть болезненными могут вызвать горячие эмоции то рекомендуется чередовать с какими-то более спокойными не задевающими вопросами скажем так сенситивные вопросы иногда необходимо включать у вас такая тема что там будут сенситивные вопросы то есть нельзя сказать что их просто избегают нет в каких-то ситуациях приходится задавать такие вопросы очень личные вопросы вот но желательно их как бы разбавить какими-то другими мы на сделать некую типологию вопросов которые обычно помещают в гайм как мы уже говорили это демографические и другие обзорные вопросы которые позволяют идентифицировать респондента составить его портрет Скажем так. Вводные вопросы, которые как бы разбивают лед, помогают вам пойти в интервью. То есть вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вы делали там то-то, то-то. Расскажите, пожалуйста, о таком времени. Было ли в вашем городе такое-то? Вот. Тут такие спокойные вопросы, которые задают направление вашего разговора. И в идеале нужно придумать вопросы или вопросы, на которые респонденту будет интересно и легко отвечать. Не начинать со сложных или созитивных вопросов. Например, вот когда я проводила исследование в вузах, очень хорошо работал вопрос, считаете ли вы, что студенты, которые поступают на первый курс, очень неоднородны с точки зрения своей подготовки? Ну и это очень нравилось, давать на эту тему рассуждать. И сразу уже половину гайда мне рассказывали. А вот в деревнях, когда мы работали, там, ну там в традициях этих деревень очень большое место занимает обряды, связанные с содержанием скота, ну коров в первую очередь. И вот у них всегда, когда первый раз корову погоняют в поле, у них всегда большой праздник. И, соответственно, если респондент был, явно не очень хотел разговаривать, стоило спросить только про этот праздник на первый выгон спрота. И все, уже большое количество информации из респондента, которое начинало течь. Вот такие вот вопросы очень важно иметь у себя в рукаве, чтобы разговаривать спокойно, войти в интервью. Также поговорим еще немного о типах вопросов. Могут быть прямые вопросы. Вот здесь приведем пример. Скажем, как вы оцениваете подготовку студентов, поступающих в ваш ВУЗ. Могут быть непрямые вопросы, которые тоже помогают войти в интервью. Существует такое мнение, что уровень подготовки для студентов снизился. Или вот говорят, что что-то такое происходило в вашем городе какое-то время. Вот, соответственно, это заставляет респондента задуматься и говорит уже о своем опыте. Существуют такие специальные структурирующие вопросы, которые позволяют все-таки направлять беседу, чтобы она полностью не уходила в какие-то отступления. Это должны быть аккуратные вопросы, которые возвращают респондента к теме. Или наоборот, позволяют перейти к следующей теме. Естественно, они должны быть осторожны и хорошо сформулированы, чтобы они не были обидными. И задавать их, конечно, тоже нужно аккуратно. Вот. Соответственно, еще дополнительные вопросы. Когда вы хотите исследовать какой-то кусок информации, которую вам выдал респондент, вы задаете дополнительные и уточняющие вопросы. То есть вы просите рассказать об этом побольше, может быть, включить личный опыт побольше, пояснить что-то, что вам было вполне понятно, попросить раскрыть какую-то мысль. И вопросы интерпретации, которые проверяют ваше понимание респондента. То есть, допустим, респондент высказал какую-то мысль, и вы говорите, когда вы сказали то-то, правильно ли я понимаю, что вы имели в виду то-то. То есть вы интерпретируете высказывание респондента и проверяете, правильно ли, и вы его поняли. И на самом деле важно задавать такие вопросы, чтобы вы не могли потом исказить то, что вам сказал респондент. Допустим, вы его не совсем поняли или поняли как-то по-своему, и это получится уже нарушение хода исследований, то есть искажение информации. Так, и так называемые отслеживающие вопросы, это вопросы, которые развивают тему затронутой респондентом. Такие вопросы обычно возникают, кстати, по ходу интервью, и потом они опять же входят в ваш гайд. Вот я приведу небольшой пример. А, сейчас. Пример чуть-чуть позже приведу. Вот существует такая тренировка себя к написанию гайда и к проведению интервью, когда вы берете какое-то утверждение и задаете к нему много-много разных вопросов, которые касаются различных аспектов этого утверждения. Это, кстати, очень полезно делать вообще при подготовке к интервью. Это такой навык, он на самом деле действительно довольно быстро вырабатывается, и он потом очень помогает. Например, вот утверждение респондента. В 1946 году мы сыграли свадьбу, небогатые условия были жуткие. Соответственно, вы тренируетесь, задаете вопросы. Ну, о чем можно спросить? Где была свадьба? Сколько было гостей? Откуда вы взяли продукты, если все было по карточкам? Соблюдали ли вы какие-то традиции, например, вы купили место? Как? Во что кто был одет? Кто шил эту одежду? И так далее. И вот как много-много таких вопросов разноаспектных вот этому событию, к этой свадьбе задаете. И в результате вы получаете полное описание празднованной свадьбы, послевоенной тренинги. Вот. И вот это вот очень полезно вырабатывать этот навык. Собственно, почему, когда вы ведете интервью, и респондент делает какое-то заявление, которое в вашем гайде не учтено, то вы как раз учитесь задавать вот эти отслеживающие вопросы. То есть вопросы, которые развивают эту новую тему и позволяют на нее посмотреть со всех сторон. уточнить все детали. Потому что если появляется новая тема, то она, конечно, важна для вашего исследования. Скажу пару слов о некоторой опасности наводящих вопросов. На самом деле ряд исследователей считает, что даже не просто наводящие вопросы искажают информацию, что вообще любой вопрос интервью, это такие совсем, как сказать, пуристы, считают, что любой вопрос интервью уже искажает реальность, реальность респондента. Но на самом деле с наводящими вопросами нужно действительно быть аккуратнее. То есть так, чтобы не навязать респонденту свое видение, свое представление. И еще такой важный момент, если человек уже ответил на ваш вопрос, а вы продолжаете примерно тот же вопрос ему еще несколько раз задавать, то может возникнуть с респондентом впечатление, что вы хотите от него добиться конкретно какого-то другого ответа, и он будет уже говорить не правду, а то, что вы хотите услышать. То есть вот это вот такой зыбкий момент, как при составлении гайда, так и, собственно, при проведении интервью. Вот, да, вот этот интересный пример я вам хотела показать. Как могут искажаться ответы в зависимости от такой, казалось бы, мелкой причины. Вот она, Квале, описывает психологический эксперимент, в котором участникам показывали фильм, в котором сталкивались две машины, и потом просили оценить скорость движения этих машин. В первом случае, когда респондентов спрашивали, а как быстро ехали машины, когда они врезались друг в друга, в этом случае респонденты называли скорость 41 мили в час. Но когда люди начали задавать вопрос, как быстро шли машины в тот момент, когда они вошли в контакт, то люди называли уже совершенно другую скорость, 32 мили в час. И вот это вот очень интересно, видите, то есть даже от того, как сформулировано даже не весь вопрос, а часть вопроса словосочетания, то есть врезались более окрашенные слова, чем вошли в контакт, более нейтральные, да, вошли в контакт, это уже действительно воздействует на то, что люди говорят. И вот с этим нужно быть очень осторожным при составлении собственного гайда, быть максимально нейтральным, максимально спокойным, и, главное, не давящим, не директивным, не навязывать собственное мнение. Да, и мы уже немного говорили о сензитивных вопросах. Я просто хочу добавить к этому, что есть изначально сензитивные вопросы, ну, понятно, это все, что связано с вероисповеданием, национальностью, там, смертью, болезнью, какие-то стигматизирующие состояния, да, отсутствие семьи, например, может для кого-то быть, ну, нередко, да, в какой-то культуре может быть с сензитивным вопросом. Но есть вопросы, которые могут стать, изначально они кажутся нейтральными, но они могут стать сензитивными именно в ситуации интервью. Например, скажем, человек недавно развелся, ему тяжело обсуждать вопросы, связанные со свадьбой, семьей и отношениями. Вот. Каждый исследователь решает, как поступать с сензитивными вопросами, исходя из обстоятельств интервью. Иногда можно вполне спокойно, человек может спокойно говорить, скажем, не знаю, о похоронах. Вот. Но иногда вы прямо сами увидите, что человек эмоционально очень задоражен, там, человеку стало плохо, и в таком случае, конечно, рекомендуется закрывать эту тему. Вот. Но как бы это решает каждый из исследователей, и нужно проявлять эмпатию, чтобы понять, как дальше вести интервью, можно ли это делать, и как сделать, чтобы человеку не стало плохо после вашего интервью. Еще интересный такой способ формирования гайда – это дополнять его фото- или видеоматериалами, или какими-то еще иными, в общем, визуальными какими-то продуктами, для того, чтобы получить, как бы, с одной стороны, получить невербальную информацию, помогая что-то записать об эмоциях, о восприятии экспондента. Например, если вы расспрашиваете о каком-то периоде времени, и вы показываете фотографии того периода, как выглядели люди, как выглядел город, да, это может, во-первых, помочь респонденту освежить очень сильно события и ощущения в памяти, и вспомнить какие-то новые детали, и, может быть, больше заинтересовать человека, больше расположить его к вам и как к интервьюеру. Вот. И, естественно, да, фиксация невербальных реакций, то есть человек, например, рассказывает о чем-то, он смотрит на фото и улыбается. Вы можете зафиксировать вот то, что человеку было приятно на это смотреть, у него теплое отношение к этому времени, в общем, что-то ему там нравится. Да, и еще вот интересный, кстати, ход. Можно помимо интервью попросить человека нарисовать, например, ментальную карту. То есть, опять же, если человек рассказывает о каком-то периоде или о каком-то месте, да, вы просите его нарисовать в ментальную карту, чтобы как-то более полно получить представление о том, что помнит, как запомнил респондент, какие у него ощущения, какое у него мнение. Ну, вот, пример, когда мы делали интервью с жителями различных районов Москвы, собственно, об особенностях этих районов, мы как раз просили рисовать ментальные карты, и из ментальных карт было очень видно хорошо, какие места в районе являются действительно значимыми для респондентов, или по какому маршруту они обычно ходят, какие места они считают, например, опасными. То есть, вот эта вот визуальная информация позволяла дополнить само интервью очень интересным образом. Так, теперь поговорим немножко о стилистике гайда. Собственно, каким языком вы пишете вопросы? Естественно, вы пишете этот гайд для себя и формулируете его так, чтобы, во-первых, ну, чтобы он был вам надежным подспорьем. То есть, как угодно оформляете его, но так, чтобы это было удобно вам. Структурируете основные темы, стараетесь не перегружать, писать лаконично, писать себе обязательно подсказки. Кстати, подсказки для себя – это отдельная такая тема. Например, подсказки на тему, как помочь, как разговаривать не очень разговорчивому человеку. Вот есть люди, у которых речь вот не льется таким сплошным потоком, о котором вот сложновато о чем-то пространно рассказывать. Им приходится задавать много-много мелких вопросов. Соответственно, эти много-много мелких вопросов нужно записать себе подсказки. Но важный момент. Часть респондентов либо случайно заглянет в ваш гайд, или попросит его посмотреть. Это совершенно нередкая ситуация. Поэтому единственное ограничение – это нужно придерживаться корректных формулировок, так, чтобы в вашем гайде ничто не могло смутить вашего респондента. Мы вот об этом уже сказали, об оценке времени тогда я не буду повторяться. И поговорим теперь о том, как, собственно, пользоваться гайдом. В первую очередь, это одно из самых важных правил. Как бы вы ни написали гайд для себя, нельзя задавать вопросы так, как они написаны. Устная и письменная речь очень разные. И респондент, он, конечно, в каких-то случаях не поймет просто, что вы у него спрашиваете. В каких-то случаях он, конечно, поймет, но ему будет некомфортно отвечать на такой формализованный вопрос. Интервью все-таки строится как свободная, достаточно комфортная беседа. И, соответственно, вопросы вы должны уметь переформулировать прямо на ходу свои вопросы так, чтобы они звучали разговорно. Ну, не в каком-то там… Хотя я уверена, что есть ситуации, когда можно и сленг там вставлять, и стараться подстроиться, в общем, язык респондента. В общем, много вариантов, но в любом случае это должна быть именно густная речь. Вот. Далее. Очень важно использовать гайд именно как направляющую для беседы, не как анкету. То есть если человек пошел каким-то другим путем, он начал рассказывать вам что-то о темах, которые у вас в конце гайда, вам нужно переключиться вслед за ним. То есть если человек начал об этом говорить, пусть он говорит, не нужно ему говорить, что вот у меня здесь вообще-то другая тема обозначена, поэтому давайте поговорим об этом. Нет, нужно следовать за естественным ходом беседы, и, собственно говоря, нужно очень хорошо помнить все вопросы своего гайда, чтобы не сидеть, вот знаете, разыскивать там, а где у меня вот эта тема, где-то в самом конце. Вот. Нужно уметь подстроиться под респондента и следовать со своими вопросами за его логикой. Вот. То есть, ну, собственно, хорошо помнить вопросы, быть гибким и легко пасовать вопросы. И, ну, собственно, я об этом частично сказала, не перескакивать резко с темы на тему. Нужно стараться, когда предыдущая тема исчерпана, сделать какую-то связку со следующей темой. Вот идеально, если так получается, чтобы у вас одна тема плавно вытекала из предыдущей. И, опять же, это еще на уровне гайда формируется такая последовательность. Вот. И в конце какой-то благодарственный блок должен быть. И в зависимости от прошедшего интервью вы выделите какие-то темы, которые показались вам особо интересными и скажете об этом респонденту. Это дает определенный комфорт, такое комфортное, приятное завершение беседы. Так, уже не так много времени. И буквально несколько правил, касающихся проведения интервью. Основное, на самом деле, правило, это то, что исследователь сам по себе инструмент. То есть исследователь в качественном исследовании должен быть очень импатичным, очень хорошо слышащим, гибким и умеющим построить интервью так, чтобы было комфортно именно респонденту. В каких-то случаях проявить сочувствие, в каких-то смеяться вместе с ним. То есть вы должны быть как некий инструмент, настроенный на волну респондента. что касается того, что нельзя задавать вопросы гайда в той же коррекулировке только что мы обсудили. И важный еще момент, что исследователь не должен выступать в позиции эксперта. В интервью экспертом является респондент. То есть поправлять без запроса или как-то в общем демонстрировать иным образом, что вы лучше знаете тему, естественно нельзя. Нужно дать человеку понять, что он рассказывает очень-очень важные вещи, даже если что-то из этого вы сочтете ошибочными суждениями, будете с чем-то не согласны, исследователь не может позволить себе завести спор с респондентом. Так, ну вот собственно первый пункт я уже сказала. Что касается обозначения времени интервью, чисто мой опыт имеет смысл, ну и часто респонденты спрашивают сколько это прозвится. Обычно я лично немного уменьшаю, я не говорю человеку, что это будет два часа, я говорю там час-полтора. Если человек в конце концов сможет, он проговорит больше, это случается нередко. Вот, уже в процессе самого интервью вы стараетесь сделать так, чтобы респонденту хотелось поговорить побольше, обсудить проблему со всех сторон. И если респондент отказывается разговаривать, можно попробовать вовлечь его в беседу каким-то очень интересным для него вопросом. Вот, например, было интервью с школьной учительницей, которая совершенно не хотела разговаривать, она считала, что это ерунда. И ее спросили, какие у нее были лучшие ученики, чем они были лучшие. И вот ей было очень приятно об этом рассказывать. И между делом удалось еще целый ряд вопросов у нее спросить, хотя она интервью не хотела давать. Но тем не менее вводный вопрос вызвал интересы, в результате она разговорилась. Да, по поводу разбиения интервью на части. Такая ситуация возможна. Интервью получается большое, респондент устал. Нужно быть готовым к тому, что от продолжения он может потом отказаться. То есть нужно как-то так постараться все принципиально важное вот такое без чего вообще нельзя уйти. Все-таки спросить в начале и уже ближе к концу оставить вопросы, которые со скрипом, но можно без них обойтись. Особенно если вы подозреваете, что ваше интервью очень длинное. Да, важно фиксировать не только вербальную, но и невербальную информацию. Это нередко бывает очень полезно для вашего исследования записывать, что человек делает в тот или иной момент. Может быть он какими-то репликами обменивается с сидящими рядом людьми, это тоже важно. В общем, при необходимости делать вот такие померки. Что касается этики, очень важно избегать, конечно, иногда приходится говорить на эти конфронтирующие темы, но, конечно, нельзя вступать в спор. И при очень острой реакции тему нужно сворачивать. Но обычно опыт помогает исследователю сговаривать на какие-то сложные темы тоже. Если вы обещали респонденту конфиденциальность, анонимность, вы обязательно должны это соблюсти. На последующих этапах обработки интервью собственно имена обычно кодируют и как бы не предоставляют доступ к личной информации, которую вы получили. Если вы респонденту обещали, что больше это никто не увидит, все это должен никто больше не увидеть. Вот такой основной этический принцип. И скажем так, такой вот момент, если вы знаете, что вы затронете какие-то очень личные темы, какие-то зададите сандитивные вопросы, то очень желательно респондента как-то предупредить об этом в начале интервью или на каком-то его этапе, чтобы респондент точно был согласен говорить на такие темы какие-то острые, потому что есть люди, которым трудно сказать нет, и вы начнете их спрашивать, об этом они ответят, но потом он будет допустим тяжело или это как-то именно вредит. Поэтому сначала, прежде чем задавать какие-то острые вопросы, лучше спросить на это согласие, а можно ли мы с вами поговорим, вот я хочу спросить вас какие-то вещи, согласны ли вы на это ответить. так, собственно, что еще несколько вещей осталось сказать, исследователь должен быть выносливым, по крайней мере выносливым во время интервью, будут ситуации, когда вам придется разговаривать полтора часа стоя или на улице, или среди каких-то отвлекающих факторов, соответственно нужно верно оценивать трудозатратность интервью, два-три интервью в день это уже более чем много, можно взять конечно пять интервью или там больше, но это значит, что вы будете абсолютно вымотаны и может быть даже качество последних интервью будет уже не таким высоким, то есть примерно одно-два интервью это вполне нормальный график, скажем так. Так, это я уже сказала, а да, вот еще только скажу такой момент, я говорила о том, что респонденты нередко хотят посмотреть гайд, но вообще эту ситуацию лучше избегать, потому что бывает, что респондент видит гайд, видит как-то много вопросов и пугается просто, говорит, что нет, нет, я на все хочу отвечать, здесь слишком много, поэтому в общем по возможности лучше его все-таки не показывать. Вот, что еще можно сказать, вообще имеет смысл для поддержания тонуса беседы, чередовать интересные какие-то яркие вопросы с такими более занудными, чтобы ну, понятно, эффект этих занудных вопросов немножко нивелировать при помощи более интересных респондентов вопросов. И что еще хочу сказать по поводу отступлений. Иногда вообще обычный исследователь настроен против отступлений, что вот респондент отошел от темы, он идет по гайду, но на самом деле нужно давать свободу и слушать эти отступления, может быть, даже задавать у них дополнительные только что придуманные вопросы, потому что иногда именно во время отступлений, когда человек чувствует себя свободным, то есть он не отвечает на вопрос, а он рассказывает то, что лично ему интересно, именно эти отступления иногда приносят какую-то очень важную информацию. И, наверное, последнее, что я хочу сказать, это, собственно, относится к тому, что исследователь это инструмент, очень полезно использовать технику подстройки под респондента, это может быть темп речи, это может быть громкость того, как вы говорите, использовать лексику, которой пользуется респондент. Это очень помогает как минимум войти в интервью, ну, как максимум провести его очень хорошо и полезно. Вот, и рекомендуется задавать вопросы, делать их короткими, без предаточных предложений, без каких длинных запричастных оборотов, чтобы, ну, человек со слуха плохо будет принимать, многим людям, скажем так, свойственно плохо принимать со слуха, какие сложные длинные конструкции. Вот, и, собственно, да, последнее, что я хочу сказать, когда вы пишете беседу на диктофон, это должно быть обязательно в тихой обстановке, даже если на улице, например, просто ветер небольшой, это будет ужасно звучать на вашей записи, поэтому облегчите себе жизнь и старайтесь ваших респондентов интервьюировать в тихой, спокойной обстановке без шумов. Вот, коллеги, все, все, что я хотела сказать. У нас какие-то вопросы в чате, да? Да, спасибо большое, Екатерина, такой подробный рассказ. У нас есть вопрос от Татьяны есть ли какие-то лайфхаки в ситуации, когда собеседника не разговорить или наоборот не остановить? Частично вы говорили, но может быть еще что-то подскажете для таких ситуаций полезное? да, ну собственно, если человеку трудно разговорить, то задается просто много мелких вопросов, вопросов, это раз, а два, вы стараетесь, вы пробуете различные темы, из каждой темы вашего гайда вы задаете какие-то вопросы в надежде, что вот про это ему будет интересно, он сможет ответить, а еще можно переформулировать предложение, может быть вы как-то так задали вопрос, что он не очень понял, о чем вы спрашиваете, попытаться зайти с разных сторон, переформулировать это предложение или задать вопросы с каких-то немножко других точек зрения, скажем, не его личное участие, а что по его мнению считают другие люди по этому поводу, или была ли у него наоборот у самого такая ситуация, вот такие вещи, а вот не остановить, ну здесь конечно сложнее, здесь только один способ, это аккуратным структурирующим вопросом перевести на другую тему, или вот человек говорит, говорит, а вы в его речи выцепляете какое-то предложение, относящееся к другой теме, и вы говорите, извините, вы сказали то-то, то-то, а вот можете об этом поговорить подробнее, ну вот как-то так. И еще пара вопросов, нужно ли предусматривать вознаграждение за участие в интервью, насколько эта практика считается нормой? Вообще это не норма, обычно интервью делаются, ну я думаю, что это в, скажем, в исследованиях для, ну маркетинговых исследований, но там есть это, да, в исследованиях обычно нет, все это делается за интерес, но, скажем, ну бывают какие-то вещи, когда вот дети участвуют в исследованиях, вот им можно там подарить значки с символом вашего исследования, вот такое может быть, но обычно со взрослыми людьми все это делается по доброй воле, можно потом сказать, вот мы пришлем вам данные исследования, если вам интересно, ну вот как-то так. И нужно ли давать на читку транскрипт проведенного интервью тому человеку, с которым мы беседовали, есть ли такая практика? Я поняла, но это больше журналистская практика, конечно же, в первую очередь, обычно это не делается, если только информант попросил вас, то, конечно, надо им дать. Но я просто сама не сталкивалась с таким, вот чтобы люди просили, они обычно просили, можно вот почитать потом статью или там что вы напишете, вот об этом они обычно просят. Спасибо. Коллеги, есть ли еще у кого-то вопросы, возможно, кто-то хочет рассказать про свое исследование, получить консультацию очень интересно послушать на самом деле. Если у кого-то есть опыт, а может быть, вы сами были участником интервью, интервьюируемым. Пока вы еще думаете, я хотела бы проанонсировать наши следующие два мероприятия. на следующей неделе мы будем говорить про анализ данных и про то, как избежать искажений, манипуляций, типичных ошибок, которые могут закрасться на моменте уже, когда вы собрали данные и пытаетесь их анализировать. Приглашаем всех участвовать, регистрируйтесь на сайте. Татьяна хочет задать вопрос. Татьяна, подключите микрофон, пожалуйста. Добрый день. Татьяна, чуть погромче, пожалуйста, плохо слышно. Сейчас слышно? Да, да. Добрый день, спасибо за приглашение участвовать в таком вебинаре. Очень было интересно, Наталья, спасибо. Я хотела рассказать одну историю. Когда-то моим ментором выступала Лена в первом условии Европейского университета. Она занимается гендерной тематикой. Она рассказывала очень интересную историю. Они проводили большое исследование по поводу сексуальности советских женщин. И все вопросы были очень сенситивными, потому что там разные опыты и тактики исследований, в том числе как износили женщины в фионерских лагерях. интересно. Она рассказывала такую историю интересную, что когда они решали, как они будут занимать интерпьюеров, то есть какими должны быть эти интервьюеры. То есть молодыми или не очень молодыми, женщинами или мужчинами. Понятно, что это были девушки. в общем там была такая спешная история, когда две молодые девушки студенты, магистранты Европейского университета пришли на интервью, а информациями оказались две женщины за 50 лет, такие знаете, очень серьезные, ответственные, которые думали, что это будет аналитик интервью, они следуют и все. В общем интервью сломалось, не получилось у девушек взять интервью этих женщин серьезных, потому что они просто их не воспринимали как людей, которые занимаются чем-то серьезным научным исследованием. Елена нам всегда говорила, что когда вы идете к информанту, вы должны очень четко представлять, как вы будете одеты и как вы будете пахнуть, потому что это тоже вещи, которые создают контакты, которые позволяют вызывать доверие у информанта, особенно если темы такие очень серьезные. Я хотела о своем собственно рассказать. Я изучаю многодетных матерей, и меня интересуют очень разные боди повседневной жизни многодетных матерей, начиная от того, как они беременели, рожали детей, как они воспитывают, как они окаживают, плюс еще по всему, как они совмещают с работой. И вот мое интервью, оно действительно иногда может длиться больше двух с половиной часов, но самое интересное, что женщины, с которыми я разговаривала, они мне говорят, что они от меня выходят как от психотерапевта. Они говорят, что мы об этом никогда не думали и ни с кем не разговаривали, а с вами так подробно и детально, и это такая форма благодарности, что ли, они рефлексируют над тем, о чем ты разговариваешь, а когда ты подводишь к этому, это очень интересно. Некоторые плачут даже иногда на интервью, что они еще вспоминают. Вообще, я очень люблю этот метод. Я считаю, что структурированное интервью, оно позволяет получить очень много информации о том, глубины. Я всем всегда советую своим студентам использовать этот метод. Да, да. Спасибо большое. Очень интересно то, что вы сказали. Собственно, у нас тоже было, когда мы ездили в деревню, то мы там специально покупали себе длинные платья, чтобы ходить в платочки надевали. Ну, и кто курил, например, не разрешалось вот так просто на ходу курить, только курили в закутке в каком-то у себя там рядом. Чтобы, ну, это же осуждаемо. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, Татьяна, да, очень интересное дополнение и ваше. Да, да. Екатерина, больше вопросов в чате нет и поднятых рук тоже нет, тогда попрошу вас резюмировать и, возможно, дадите свои контакты, ссылки на какие-то ваши проекты, которые мы хотели поделиться с участниками. Спасибо большое за внимание, было очень интересно провести этот вебинар, просто даже самой собрать для себя какие-то наблюдения, там, сведения по теме, вот, мои контакты на первом слайде есть, моя почта, и если у вас будут какие-то вопросы, вы захотите посоветоваться, то я с удовольствием вам отвечу. Вот, спасибо большое. Спасибо Екатерина и всем нашим участникам, кто с нами провел эти полтора часа. До свидания, ждем вас на следующих мероприятиях. Всего доброго.